Да, коллеги, доброе утро. Действительно, Евпатория уже понемногу начинает напоминать сказочный город. Это видно особенно ночью. 90 панно и 200 метров гирлянд. Это те цифры, с которыми мы с уверенностью о них уже можем говорить. Но детскую здравницу украшают к новогодним праздникам сообщают о коммунальные службы, предприниматели и сами жители. Новогоднее настроение сегодня и в нашей студии. У нас в гостях Анастасия Шерстобитова, художественный руководитель Евпаторийского центра культуры и досуга. Анастасия, здравствуй. Доброе утро. Вы не просто так в таком костюме к нам пришли. Расскажите, почему? Конечно же, не просто так. Мы, как люди творческие, первые начинаем готовиться к своим ответственным мероприятиям. Ведь уже завтра в нашем городе стартует 15-й республиканский фестиваль Дед Морозов. Санта-Клаус отдыхает на арене Дед Мороз. Что это за конкурс? Сколько участников? Откуда участники? Это традиционный фестиваль. Как вы уже услышали, он проходит 15-й раз. У нас в этом году заявлено 8 команд. 5 крымских команд и 3 евпаторийских команды в этом году приезжают к нам из Нижнегорского, Бахчисарайского, Черноморского, Ленинских районов, город Алушта. И у нас 3 команды из санатория «Смена», центр для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также центр детского творчества «Ровесник». Я так понимаю, костюм у вас Снегурочки, а в названии все-таки Дед Мороз. Ну, я как ведущая, я даже скорее не Снегурочка, а скорее Зимушка-Зима. Пусть, несмотря на отсутствие снега в Евпатории, Евпатория все равно является центром, куда слетаются, съезжаются Дед Морозы со всего Крыма, чтобы побороться за звание лучших. А каждый раз участники с разных городов или это все те же пытаются добиться первого места? Конечно же, есть команды, которые приезжают из года в год, чтобы показать, что они лучшие, добиться первого места, но есть команды, которые заявляют себя в первый раз, потому что фестиваль действительно очень интересный, он пользуется популярностью и любовью среди жителей. А что дает первое место? Первое место дает звание лучшего Деда Мороза Крыма, и он с гордостью может остаться в Евпатории или уехать в другой регион Крыма. И как его добиться, этого звания, какие критерии, на что смотрите, вот обращайте внимание в первую очередь? Много уважаемые жюри смотрят, конечно же, на артистизм, смотрят на костюмы, смотрят на грим, смотрят на творческий подход, потому что в положении прописано о том, что команды должны подготовить конкурсную программу не менее 15 минут, в которую входит визитная карточка игры для детей и игры для взрослых. А после визитной карточки это будет уже на улице, да, я так понимаю, любой желающий может посмотреть за конкурсом? Совершенно верно, это пройдет на главной сцене улицы Караимская, завтра в 12 часов с шествием карнавальным пройдут от центра досуга до главной сцены, в 12.15 стартует торжественное открытие, после этого, согласно жеребьевке, команды выступят на сцене. А когда будут известны результаты? Уже завтра, непременно после всей конкурсной программы, потому что на протяжении всего конкурса будет сидеть многоуважаемая жюри, она будет оценивать по своим критериям, голосование, конечно, их будет закрыто, никто не будет знать, но сразу после завершения конкурсных программ они объявят победителей. То есть, правильно я понимаю, по итогам этого конкурса у нас будет выбираться главный Дед Мороз в республике? Совершенно верно. И то есть, в его задачи будет входить включение зажжения елок в разных городах полуострова? Совершенно верно. Он может себе это позволить, ведь он главный волшебник. Скажите, за 15 лет нововведения фестиваля есть какие-то, что-то поменялось? Конечно, каждый год мы преобразуем, украшаем наш фестиваль. В прошлом году мы создали такое условие, чтобы дефилировали Дед Мороз и Снегурочки по театральной площади. В этом году у нас изменилась локация. Мы из главной площади переехали на улицу Караимскую, чтобы быть поближе к зрителям. И они были поближе к нам, чтобы все игровые программы были, ну как предновогодние, всегда такие домашние атмосферы. Мы всегда были вместе, счастливые и самые веселые. Скажите, а не тяжело ли вести такой конкурс? Все-таки надо настроение, да, подбадривать людей? Конечно, настроение всегда надо, но мы не унываем. У нас всегда есть запас отличного настроения, несмотря на времени года, суток, красные дни календаря. Мы всегда готовы, бодры и веселы. Это не единственный конкурс, да, который у вас есть. Расскажите о планах по традиции. Знаете, помимо таких конкурсов у нас еще есть Международный день курортника, фестиваль тещи-зятьев. Это он проходит в последний день Масленицы. Эти конкурсы у нас, конечно же, так сказать, случились, образовались благодаря театру на ходулях шоу великанов. То есть, когда образовался этот театр, они впервые вышли на шествие, их начали смотреть, именно начали восхищаться. И благодарим возникли такие конкурсы. Сейчас в планах, конечно же, театр на ходулях шоу великанов поедет в Москву на фестиваль. После Москвы он планирует отправиться в государство Оман на фестиваль. Поэтому будем покорять новые вершины, будем радовать и, конечно же, представлять экваторию на высоком уровне. То есть, вы не только ездите по стране, да, вы выезжаете за ее пределы? Конечно. И как давно уже знают, где вас? С какими, наверное, программами выезжали и куда вот за рубежи? Программ на самом деле очень много, но театр на ходулях знают в очень многих странах. Венеция, Ницца, Каны, Германия, наш город по братьям Людвигсбург. Вас приглашают? Нас приглашают. Мы были в прошлом году на венецианской мессе. И в следующем году мы вот уже заочно получаем приглашение и, в принципе, уже готовимся. А чем это связано, на ваш взгляд? Вот такое признание всенародное, можно же так уже сказать. Знаете, это необычное на самом деле творчество, необычный костюм и необычный подход. Виктор Васильевич Орихин, он как человек, который пришел с новой струей творчества, он вдохнул как бы жизнь в эти ходули. Да, действительно, они получились благодаря совместному проекту с городом Людвигсбургом, благодаря Райнеру Кителю. Но там они больше демонстрировали себя, свои костюмы и свои походки. Виктор Васильевич вдохнул сюда хореографию, поэтому такой комплекс ходули, танцев и необычных костюмов, он, конечно, восхищает и поражает. Анастасия, спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Мы в любом случае желаем вам творческих успехов и достижения новых вершин. Коллеги, на этом у нас все. Как у вас новогоднее настроение? Большое спасибо вам, Анастасия. У нас с новогодним настроением, слава Богу, все хорошо. Чего желаем и вам, ведь новогоднее настроение в предновогодние праздники – это самое главное.